И всем привет! Вы на канале Vedroid Gaming. Меня зовут Александр и сегодня мы продолжаем играть в топовые корабли Modern Warships. Плавать будем на подводной лодке Белгород, которая уже успела наделать шумо в рандоме, но я вас уверяю, это только самое начало, так как БПХ проходится за 16-20 дней, в зависимости от того, купили вы платную часть или нет. И через недельки-полторы начнется самая жара. Но я пока не успел закрыть БПХ, так что смотреть будем на лодку с пресс-аккаунта. Надеюсь, рандомность сегодня не подведет. По характеристикам ничего криминального, мы типичная подводная лодка Т-3, очень сильно похожая на какого-нибудь Донского. Есть небольшие перекосы по цифрам, но это мелочь. А вот в модулях, конечно же, разница колоссальна. Если у подводных лодок на третьем тире преобладают в основном ракеты, то Белгород наоборот, именно торпедный. Всего лишь один ракетный слот, но неплохой, залоченный, с возможностью подводного пуска. И три слота торпед. Обычный в нем стоит физик, который можно поменять на что-то ваше любимое, потом следом идет ихтиозавр, торпеда средней дистанции, выпускает сразу же пачка, урон отличный. И посидоны. Это, конечно, не тот посидон, которым пугают американцев, заряд в нем тактический, цунами не вызывает, но лицо кораблю сломать может. Урон 91 тысячи и повышенная прочность торпеды гарантируют стабильные попадания. Конечно же, если цель стоит на месте, а препятствий рядышком нет. Короче, не все так просто. Также на лодке есть один слот ПВО, я не думаю, что он прям сильно крутой, но одиночную ракету сбить сможет и с удовольствием отгонит вертолет противника. Ну вот, в принципе, и весь Белгород. Сегодня мы на нем прокатимся в каноне, вы свои сборки можете не писать, менять тут особо нечего, но свою любимую торпеду на третьем тире обязательно напишите, мне будет интересно. Но сейчас погнали в бой. Итак, у нас тропики, давайте посмотрим на состав. Все живые очень хорошо. Ну и в принципе все такие бодрые парни. Отлично. Есть даже авианосица, даже линкор. Что делаем? Прячемся под воду, чтобы нас не спалили, потому что подводная лодочка, если нас запали, то взгляд от нас уже не пропустит. Кстати, Омск на Белгороде плавает замечательно. Ну и респект тебе, Омск. Все, мы спрятались, нас не будет видом. И надо действовать рядышком вот с этим плеером, я думаю, что он сам пошел с нами. Значит, он что-то знает. Поплыли. Сейчас главное, чтобы он цветанул какую-нибудь подводную лодочку. Чтобы хотя бы кто-нибудь, кого-нибудь цветанул. Да, авианосица? У нас есть авианосица? Он же живой, правильно? А что света нету? Выходим. Давай вперед. Да, ёпрасота. Так, мы немного продолжаем. Меня Петр, смотрите, душит. Сейчас уже... А, уже спалил, хорошо. Замечательно, я поговорил. По телефону. Ну, я думаю, мы переживем торпедную эту атаку. А он уже нет, потому что наш Посейдон вышел на охоту. Ёпрасота. Больновато, да, больновато. Конечно. Эти взрывчики еще новые, непривычные. Паренек, зря ты сюда поплыл. Я злой Белгород. Я-то вылечусь, а ты уже нет. Давай, вперед. Смотрите, как Петр Первый вообще просто расплылся во взрывах. А мы еще от его торпед сейчас уйдем, смотрите. Уить? Нет, не ушли. Печально. Ну, ладненько. Первый Петр Первый, как говорится, комом великий, точни. Мы поплыли дальше. У нас есть какой-то непонятный ник. Даже очень сильно похоже на ботовый. Но это не бот. Мы пострелили. У всех айдишники есть. Сейчас подлечимся. Сейчас подлечимся. Можно в тебя ракетку кинуть? Давай попробуем. Это Форд, а что ты танкуешь? Расскажи мне, пожалуйста. Ну, пусть будет так. Дистанция, я думаю, хорошая. Торпеды успеют доплыть. Ну, вот ракета долетает. Замечательно. Давайте посмотрим поближе. Какие сейчас взрывы будут красивые, особенно от Поседона. Так, самолеты заходят на цель. Надо, наверное, прятаться. Воздуха мы уже набрали в легкие. Давай, вперед. Но тот Белгород тоже лютует. Наши парни тоже падают. Надо быстренько все сделать. Красиво. Давай, вперед. Торпеды поплыли, слушайте меня. Печально. Так, стоп, это кто? Нам нужен Омск. Боюсь Омска, в первую очередь. Давайте. А, подождите. Ну, давайте воздуха наберем, если что, спрячемся. Ничего страшного. Кто против нас остался? Давайте посмотрим. Таун-Теревель. Это, по-моему, вообще первый тир, нет? Второй тир, точнее. А что так нам повезло? Так, Белгород страдает на Омске. Отлично. Ну и, похоже, все. Второй тир мы сейчас это. Медленно подплывем к нему и разнесем. А Омск еще не хочет погибать. Ну, мы тебя тогда на вкусное оставим. Или что? Подрастешь, пополнишься. У нас будет интересное ПВП, наверное, так? Смотри. Бомбер. Это что за бомбер? Ланцер? Или кто? Не знаю кто. Не видно издалека. Но он его уничтожает просто. Ну и все сдохли. Вот такой какой-то странный первый бой. Я даже успел по телефону поговорить. Но, в принципе, всем все понравилось. Давайте ракетками, наверное, его заберем. Тебе уже ничего не поможет. Но у него, скорее всего, Т-3 и это шмотки. Раз он здесь. Но и все, в принципе. Красота и только. Пока. Так, город после войны. Надо срочно уходить. Потому что я потерял время под воду. Уже самолеты летят, светят. Йопр СТМ. Засветили. Сейчас будут уничтожать. А что у нас по пику? Есть один ботяра. Но так, в принципе... А у нас два ботяра есть. Очень хорошо. Замечательно. Вот уже ракетки полетели всякие разные. Ну, сейчас мы спрячемся за дом. И все будет отлично. Где дом? Дом, дайте мне, пожалуйста, быстрее. Пока меня не убили. Дайте мне дом. Домов не вижу я. Вот. Кто-то пеленгуется на это. На горизонте. Они, блин, со всех сторон стоят. Я не могу за свет скинуть. Обсматривают меня с каждой стороночки. Прошлый раз мы как-то Петра очень быстро прям фантастически, сверхъестественно, быстро убили. Я прямо это в шоке. Ну, надо сейчас варяга бить. Тогда. На боте. Давай, варяга, попадай. Ну, сейчас дома будут убиваться. Сразу гранатометами своими лупит. Ладно, прячемся. Надо спрятаться, да. Он хоть и бот, но будет убивать нас. Потихонечку. Так, ты кто? Здравствуйте, господин. Ну, что-то как-то мы, смотрите, слились. Ну, я буду держаться до последнего, ага. Давай, вперед. Ой, одна торпедка. Ничего страшного, да, мужик? Ты уверен в этом? Давай, сегодня торпеда вышла. Замечательно. Ну, не так плотно, конечно, но все равно. Пока прячемся. Давай, мужик. Уходи в сторонку. Блин, а мне больно, кстати. Слушайте. Так-то больно. Но ему тоже неприятно. Смотрите, все наши слились. Ну, бывает такое, да. Прячется, прячется. У нас, смотрите, торпеды пробивают. Сначала дом пробивает. Ой, епрц, как тут больно-то. Все с этими, с ракетами, которые под воду бьют. Не, не надо. Давайте так сделаем. Мы тебя убили, нет? Что? Ну, похоже, все. Ну, вот, в принципе, и нет имбы. То есть, команда слилась, и один остался, и все, да. Но я предлагаю еще раз сыграть. Воу, какая карта, конечно же, здоровская. Я на ней еще на подводной лодке не гонял. Тоже все живые. Один бот у них есть, и один бот у нас. Замечательно. Надо сразу нырять. В прошлый раз мы сделали грубую ошибку. То есть, засветили в самом начале. Если бы мы спрятались, мы бы не факт, что выиграли, но урона набили бы больше. Как-нибудь по периметру бы плыли. И накидывали всех торпедками, да. А все были бы в шоке, не знали, где мы находимся. Ага. Так, кто у нас этот бот? Давайте посмотрим. У нас бот, получается, Велогульф. У них бот подводная лодка. Отлично. В принципе, будет проще. Вот, первый засвет уже пошел. Что за дрончик? Давайте посмотрим. Ну, это, это, китайские имбовые, походу, да? Всплывать не будем, а то засветимся. Тут, конечно, препятствия, но все равно чревато. Вон, же, ракеты пошли какие-то. В кого ракеты-то идут? В самолеты? Еще, походу, наш этот парень в АФК, потому что самолеты вообще, смотрите, летают на месте. Печально. Дно красивое, просто пипец. Винтики наши еще так крутятся. Ну, короче, все классненько. Так, цели появились. Они нас сейчас могут теоретически засветить сонаром. И будет все не очень хорошо. Надо держать дистанцию. Ну, карта такая ближнего боя. Поэтому сейчас надо будет как-то экспериментировать. Эльбрус вообще на километр подошел. То есть нас ограждает, только это скала и все. Давай попробуем. Массачусетс. Лови торпедки. Справишься ты, нет? Так, этот парень прям, смотрите, вот сюда подошел. В принципе, с ним тоже можно поговорить. Но он, походу, в суицидальной атаке пошел. Кирпич положил на газ и все. И погнал умирать в ангар. Я уже не успею его даже это пострелять. Но пока засвета нету, но урон прилетает. 145 тысяч нанесли. Замечательно. Давайте еще раз с ним поговорим. Воздух только у нас не бесконечный. Вот это пугает, конечно, да. Вот в этого хочу. Опять Петруха. Но у него еще и торпеды есть. От них надо прятаться, конечно. А то будет больно. Прячемся, блин. Много торпед. Еще и Массачусетс торпеды кинул. Ну, вроде спрятались. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Вообще урон хороший. Давай еще разок. Я знаю, тебе понравилось. На ракеты пофиг. Главное торпеды пустить. Давай вперед. Какие-то атаки реально суицидальные. Я бы никогда так на Белгород не плыл. Он же жесткий. Давайте всплывем немного. Отойдем в сторонку. Ой, меня уже это прессует. Хорошо. Ну, он подлечится, блин. Он, конечно, подлечится. Нет, он уже не подлечится, походу. За свет пропал. Я хочу воздуха набрать. Ну, они, смотрите, они прям шеренгой идут. Боевое построение, ага. Сейчас будут убивать. Но мне главное воздуха набрать. Можно, в принципе, и с этой стороны пострелять. А-а-а! Они очканули, очканули. Слушайте. Ну, сейчас эту подводную лодку, она же бот. Но я, блин, по ней не попаду. Светанулся. Сейчас может... А, нет, авиация есть, да. Авиация может душить. И будет, скорее всего, душить. Но этого паренька мы сейчас заберем. Что-то ботяра? Ему будет полезно. Давай вперед. Ловухи будет выпускать? Нет, парень? Ну, мы-то есть что выпустим. Ну, против торпед мы ничего не выпустим. Да, а что четыре штуки-то вылетело? Ну, там китайцы стоят на борту. Да, сейчас по стоку. Только про самолет сказал. Сразу сверху что-то прилетело в дыню. Окей. Воздуха очень мало набрали. Остался линкорчик. А, сейчас же Массачусет с линкором стал. А я думал, пацаны что-то это шиковать начали. Все хорошо. Ну, такой какой-то тактикульный бой. Сколько мы надамажили? 750 тысяч. В принципе, дофига надамажили для меня. Но сейчас у всех кораблей большой запас здоровья. Так что, в принципе, не такие цифры можно набирать. Ну, пацанчик вроде бы Массачусетс. Вроде бы не бот. Вот, что он делает там, что он вытворяет? Пошел умирать. Окей, пусть будет так. Мы плывем дальше. У нас осталась одна цель. Запас воздуха очень долго набирается. Но у нас он большой, потому что, да. Сибиряки вон там. ГГ. Ну, естественно, ГГ. Я к тебе ж плыву. ПВОхи довольно-таки далеко бьют. Только не попадают. Давайте заценим ПВО. Ракеты пошли. Это какой-то бомбер летит? Нет, это обычный штурмовик. А что за штурмовик-то? Китайский? Джейка? Торпеды пошли. Ну, это вертолет уже. Сейчас посмотрим, как мы вертолет бьем. Так, караван-торпед пошел. Надо спрятаться теперь, я думаю, да? Он вышел, нет? Он, наверное, вышел. Сказал ГГ и вышел. Как это делают в киберспорте. Ну, хотя бы посмотрим, как вертолет мы сбивать будем. Какая дистанция у нас? Не знаю, но у меня есть 7 поседонов еще осталось. Будем шиковать, набивать урон. Почему бы нет? А, точно, точно. Дистанция, блин. Пугающие эти взрывы от торпед. Я же на это, под водой-то не умею пвохами стрелять. Успею вообще вертолет сбрить, нет? Там еще авиация какая-то меня душит. Но урончика будет достаточно. Спасибо китайцу за это. Или кто это не китайцы? Я не понимаю. Ну, китайцы вроде бы, да? Давай, дейтс, 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 дейтс. Всем урон, всем урон. Замечательно. Хороший лайтовый бой. Такие надо делать, да. Но мне недостаточно. Я хочу еще один бой. Давайте посмотрим, какие страшные нити против нас. Один бот с одной стороны, а у нас тоже один бот есть в замечательном. Но сейчас мы не будем совершать тех же ошибок. То есть мы сразу уйдем под воду, чтобы нас не засветили. Подводная лодочка есть. Это печально, да? Сплывать лучше лишний раз не надо. Но, в принципе, у нас модули позволяют находиться под водой постоянно. Так что все хорошо. Главное, вот эти вот дома меня напрягают, конечно же, дам. Но мы сейчас с тыла обойдем как-нибудь вот с этим парнем. Все будет хорошо. Маневренность вроде бы выше, чем у Донского. Но все равно заворачиваем очень медленно. Вот этот чула-шарик жалко не плавает. Было бы прикольно, если бы на нем можно было бы что-нибудь делать. Там предлагали в предложке ВК, чтобы его как этот использовать для засвета и так далее. Было бы прикольно. Какие-то это торнадо, что ли, да? Вот под нами сейчас. Я моряк-то еще тот подводник. Фишек не знаю. Но, походу, торнадо, смотрите. Сплывать не будем на всякий случай, дам. А то еще спалят. Вон парень тоже что-то знает, смотрите. Арабский этот клан. Идет в обход. На самом деле все уже появились. Мы что-то халтурим. Давайте работать. Уничтожать дома будем. Городские застройки. Вводить из строя. И ракетами кидаться. Почему бы нет? Может быть, что-нибудь попадет. Будет хорошо. А это плейрок, это скорее всего бот, наверное, нет? Хотя он сзади идет. Боты обычно спереди плывут. Так, ну ты сдох по-любому. Поздравляю. Типочек плейрок точно живой. Но это ненадолго, как обычно, дам. Прям стенка на стенку у них опять идет бой. И прошлый раз я был прям в самом пике этого замеса. Засвеченный. Пытался прятаться за домами. Но главное просто отплыть, находиться под водой и получать заветную цифру урона. Хотя их не так много. 145 тысяч. То есть этот парень тоже это всех убивает. Так, Магами. Магами бот. Хочу вот этого бить. Вот этого давай. Не, пока только по Магами можно работать. Ну давайте ракету в него кинем. Ну в кого-нибудь-то. Подводная лодка, кстати, осталась жива. Ну давай, ракетку хотя бы закинь в него. Вот парень вышел на свободу. А меня, кстати, спалили. Смотрите, Магами сразу начал работать подводными этими ракетами. Печалька такая, да? Сразу же. А может он живой? Чего он такой борзый? Я хочу всплыть, а то мне будет сейчас больно. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. О, кого-то убили, смотрите, замечательно. Давай вперед. Ну такие какие-то странные бои. Это не третий тир точно. Вот осталось полноценное ПВП. Нас уже обнаружили. Он тоже всплывает. Давай раз на раз по центру. Запас воздуха у него тоже, наверное, наполовинку. Давай стреляться, парень. Ловухи пустил, я в тебя ракеты кидаюсь. Ну это не честно, конечно же. Нас двое. Давай ты-ты-ты-ты. Ушел под воду, молодец. Я тоже уйду под воду, чтобы у меня ракеты не летали. Давай, давай вперед. Ой. Да я тебе помогаю, мужик. Все нормально. Давай вперед. Так, препятствий между нами, по-моему, не было. Ты-ты-ты-ты. Хорошо. А нет, есть препятствия, слушайте. И торпеда моя бы ушла в препятствия как раз. Ну я думаю, я сейчас проиграю, я-то играть не умею. Он, скорее всего, умеет. Давай. Всплывать не будем, сразу ракету в лицо получим. Не, хорошо, все пошло дело. А может не пошло. Надо поближе подплыть, чтобы эти здания не мешались. Курсом на нас торпеда пошла. Ну я тогда сплыву. А, вот этот дом. Бац, отлично. Ну тоже с третьей уходит от торпед. Замечательно. Посидон! Я заметил, как он залетает в меня. Просто жесть. Ловухи есть, значит, можно кинуть ракетки. Главное успеть. Ты-ц-ты-ц. Замечательно. Хороший лайтовый бой. На Т-3 теперь лайтовая. С Посидоном возможно все. Давайте лайкусик поставим этому парню. Держался он из последних сил. Я нифига не надамажил, но я старался, вы видели сами. Итак, я не знаю, что сказать. Все и так понятно. Белгород получился именно таким, каким мы его ждали. Мощный, дамажный, а самое главное, играбельный на своем тире. Ничего другого и не надо. Я не знаю, будут ли ивенты в этом месяце, но я знаю, на чем я их буду проходить, когда множитель будет на подводных лодках. Вы пишите, что думаете, про торпеду тоже напишите, хэштеги оставьте, в телегу забегайте и так далее. А у меня пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Мы скоро продолжим. Пока-пока.